Меня зовут Карл Стюарт, я директор по продвижению бренда Tomb Raider в Crystal Dynamics. Решение изменить внешность Лары обосновано тем, что мы хотели вернуться к корням, к самым истокам. Героине 20 лет, она только закончила колледж и нашла свое первое приключение. Это подходящий способ все переосмыслить, увидеть ее в совсем другом свете. Лара невинна, молода и слегка немного наивна, но в ней уже видно то стремление, что делает ее особенной. В этой игре мы не собираемся обсуждать, есть ли у нее уже особняк или куда пропали ее родители. Мы говорим о некоторой интимности и внутренних переживаниях в экстремальных условиях и не хотим перегружать историю излишними подробностями из прошлого. Мы черпали вдохновение из многих источников. Например, если вы погуглите разные истории о море дьявола, то найдете немало баек об опасных течениях и прочей мистики. Для нас это уникальная возможность создать необычный сюжет с чистого листа, не ограничиваясь какими-либо рамками. Когда мы впервые задумались о перезапуске сериала, мы поняли, что нам больше не нужна живая модель. А ныне у Лары не будет официального лица, как было с Каримой или Элисон Кэролл. Наш арт-директор Брайан Хортон очень ясно выразил то, как он видит новую Лару Крофт. Ее лицо — отражение многих лиц. Подбородок от одной дамы, носик от другой. Цель была придумать уникальную и прекрасную во всех отношениях героиню. Поэтому нет живой модели, а внешность рисовали с нуля. Брайану помогала целая команда художников, в том числе и из Токио. Они вместе создали новый портрет Лары, на 100% сгенерированный при помощи компьютера, не имеющий аналога в реальном мире. Нельзя забывать о балансе уровня сложности, особенно когда работаешь на такой масштабной игрой, основанной на выживании. Вероятно, первые полтора часа вы будете заняты выяснением, кем является ваша героиня и что ее окружает. Потому что мы хотим немного подразнить игроков, заинтересовать их миром. Через это проходят все. Но как только доходит до битвы или... Нет-нет, я не могу продолжать, иначе сболтну лишнего. В общем, у вас будет выбор, на каком уровне сложности продолжать. Мы хотим, чтобы игра порой бросала вам вызов, а битвы получились веселыми. Я проходил один из еще не завершенных уровней, и сложность там была приличная. На данный момент рано что-то говорить о многопользовательском режиме. Нам бы убедиться, что сюжетная кампания будет хорошей. Мы ведь замахнулись на колоссальную задачу. Ничего обещать не могу, пути разработчиков неисповедимы. С самого начала, когда мы приступили к перезапуску сериала, мы решили выпустить игру, рассчитанную на определенные платформы, а не просто портировать с одного устройства на другое. Мы всегда работали над одним проектом, и он выходил везде, где можно. Конечно, версии немного отличались, но все равно это была та же самая игра. Делать надо с расчетом на конкретную платформу с конкретным управлением. И если мы когда-нибудь соберемся работать с VU, Kinect'ом или Move, то будем начинать все с нуля, максимально задействовав особенности управления, а не портировать старый проект. Игра выходит осенью 2012 года на Xbox 360, PlayStation 3 и ПК. Благодарю за возможность обратиться к вам всем. Я счастлив вернуться в Москву. Это прекрасный город, чудесная страна. Я много раз уже был здесь, и я рад, что вам понравилась презентация игры. Надеюсь, что скоро увидимся вновь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»